Чудеса древних храмов Индии. Уважаемые друзья и гости канала, приветствую вас на моем канале, сегодня мы с вами пройдемся по храмам, в которых Правен Мохан находит для нас чудеса древних технологий. Они стали достоянием всемирной паутины, и будет еще много сломанных копий в спорах об их достоверности и интерпретации. Перед тем, как начать наше повествование, я хотел вас попросить, не судите строго ведь, мое мнение будет основано на моих ощущениях при виде этих удивительных чудес. А ваше мнение я с удовольствием буду читать в ваших комментариях. Храмы Индии и Камбоджи полны чудесных статуи и фресок и их чудеса вызывающие множество вопросов и споров. В первое место, в которое мы отправимся, будет в храме Чиннакешева, в нем очень сложная архитектура, чрезвычайно замысловатые колонны, загадочные статуи с непонятными инструментами и приспособлениями. Трудно угадать в них современные орудия производства и простейшие инструменты настоящего, и протрясающие намеки прошлого. Статуя под крышей храма, держащая в руках приводной ремень или роликовую цепь, а может это просто бусы, которые она предлагает добродушному путнику. Но для чего ее спрятали так далеко под крышу здания? Также тут есть статуя с интересным инструментом в руке, возможно, это приспособление, инструмент похожий на храповой ключ, который есть у каждого в гараже. Много храмов и еще больше чудес изваяли из камня цивилизации прошлого. Давайте обратимся к человеку с оптическим прибором, их кстати два. У одного прибор почти полностью срублен, а у другого сохранился, но вы обратите внимание, что верующие отполировали его своими руками, что показывает его подлинность и он блестит относительно других частей. Тут мужчина смотрит вдаль, используя оптический прибор, это либо подзорная труба, либо что-то другое. А вторая женщина, держит в руках два оптических прибора. Один подносит к глазу, а второй держит в руке, трудно понять, что это за сферический прибор, состоящий из двух сфер. Обратите внимание на руки женщины, они явно не похожи на человеческие, а какие то клешни. Хотя во многих действительно древних храмах все детали выполнены, с какой-то маниакальной дотошностью. А какое ваше мнение сложилось при виде этих двух интереснейших персонажей? Есть и конечно космические персонажи в древнем храме Хайсалисвара. И это не шутки реставраторов, а древняя резьба, в которой группа космонавтов отправилась на планету под названием Вишну Лока. Если коротко, то группа космонавтов-девов отправляется к Господу Вишну с просьбой, чтобы он помог выиграть войну со Сурами. Но самое интересное конечно не в процессе, и не в позах космонавтов, а в их скафандрах. Они примечательны, у них есть шлемы с убранными забралами, за спинами космонавтов находятся баллоны с сажатым газом. Спорить или не спорить по этой фреске не знаю, но есть древний текст о путешествии между звездами к Богу на планету Вишну Лока, за помощью, и есть фреска об этом. Но главное, как точно изображен скафандр, рукавицы, баллоны и так далее. Что думают археологи и историки от науки? Они еще не смогли полностью расшифровать эту фреску, по причине известной только им. Мы с вами уже видели храмы, которые полностью посвящены медицине. Вот еще одно подтверждение развитой медицинской практики. Возможно, тут связано с проблемами сердца, врач имеет прибор, который держит в руке и от него идет связи к его наушникам. Что это, если не взгляд из прошлого в настоящее? Вот мы подходим к модницам, древний народ не отставал от современного, но и опережал его. Мы видим тут женщину, которая красит или подводит тени, ну в общем, она застигнута скульптором за своим занятием. Есть фреска с интересным прибором, подвешенным к потолку, некоторые персонажи или указывают или тянутся к этим приборам. Есть мнение, что это лампы освещения, но судить нам с вами. Также попадаются фрески с динозаврами, которые как бы вымерли согласно основной теории мира. Но упорно появляются на фресках разных народов и материков, не исключение, что и здесь по мнению автора фотографии провела Мохана, что это парасератериам. Но не буду это оспаривать, фреска и парасератериам очень схожи. Конечно, мы понимаем, что все эти фрески не подходят к эпохам, в которых они изготавливались. Множество изобретений, которые мы тут увидели, будут изобретены спустя тысячелетия, а они уже есть в камне в храме. Противоречия, возникающие при созерцании этих статуй, наводят на мысль о шуточных инсинуациях со стороны реставраторов, если это так, то они знатные шутники. Обратите внимание, что множество махинь удалены со своих мест и бесследно исчезли и даже трудно вообразить, что было у них в руках, или на их телах. Эти тайны разрушены навсегда или они хранятся в глубоких запасниках под семью печатями. Чудеса в храмах Камбоджи и Индии нас будут удивлять еще долго. От Рождества Христова прошло, каких-то 2022 года, а мы все знаем и все понимаем, но сможем ли мы адекватно заглянуть дальше в наше с вами прошлое. А я с вами уважаемые друзья увижусь в следующем видео, и спасибо вам огромное за подписку, желаю вам удачи и здоровья, и приходите еще.